Добрый день, с вами Белял Сергей. Продолжаем читать книгу «Кристаллороста. К русскому экономическому чуду». Удивительная книга, ссылка на нее в описании. Давайте поговорим про предпринимательство. Предпринимательство представляет собой свойства характера, независимо от класса и социальной принадлежности. Предприниматели были всегда, в любое время. Давайте начнем читать. Производство может изготавливать несколько изделий, но любой маленький цех может изготавливать много. Например, хлебзавод может выпить стандартные булки, кирпичи, ржаной хлеб и так далее. Какая там номенклатура? Я работал на хлебзаводе. Номенклатура примерно 12, до 20 наименований. Больше невозможно, потому что месильная машина огромная. Она не может тут же замесить и для хлеба, и для тортов, и для пряников. Это совсем разное. Соответственно, линии, которые выпекаются, они тоже заточены под один вид продукции. Что можно делать маленькая? Вот мы с супругой делали торты. Мы делали торты любые. На день рождения, какие-то юбилеи. Можно в инстаграме посмотреть ладушки, оладушки. Там делали любые. Хворост пекли, макароны. То есть, куча-куча наименований было примерно около 50. То есть, представьте себе, завод может делать наименований максимум 20. А частник любой на своей собственной кухне может делать около 50 наименований. В этом соль участия предпринимательства в экономике страны. Государство делает что-то стратегическое. А предпринимательство дополняет эти стратегические развития. Артели. Товарное разнообразие и производственная инициатива. Артели относятся к негосударственной и местной промышленности. Их регистрация занимает один день. Первые два года артель освобождается от налогов. Обратите внимание. Тогда освобождался от налогов. Члены артели может быть любой гражданин, достигший 16 лет. Руководители артели не назначаются государством, а избираются участниками артели, которые также утверждают план ее работы. Сотрудники артели в основном находятся на сдельной системе оплаты труда. Количество работника, не являющегося членами актива, не может превышать 20%. То есть нельзя эксплуатировать, условно говоря, не членов артели. Артель и членство в нее нельзя продавать или передавать по наследству. Прибыль артели распределяется согласно уставу, утвержденного самими участниками. Не менее 20% прибыли отчисляется на формирование так называемого запасного капитала. То есть это требование такое, что обеспечивает возможность привлечения кредитования. Остальная прибыль распределяется между членами артели на основе их решения. Часть прибыли при этом может быть распределена пропорционально паям членов артели. Я когда работал в горфиноделе, отдел финансирования народного хозяйства, мы контролируем, чтобы вот эти фонды резервные создавались, за это примировали. Чтобы не потратить по зарплате, а чтобы накопить. Иначе нечему предприятию развиваться. Здесь то же самое. Работники артели, члены их семьи обладают правами аналогичными рабочим, включая образование, оплату жилья, пенсионное обеспечение. При этом действует одна дополнительная негосударственная пенсионная система и программа финансовой помощи и участия артели, которая имеет право предоставлять сотрудникам суды на строительство жилья и необходимые для покупки. База и основные организации работы артели закладываются в постановление от 23 июля 1932 года о перестройке работы организации фирм «Промкоопкооперации». Постановление принимается в целях дальнейшего развертывания производственной инициативы промысловых артелей, а также для массового рашения промысловой кооперации производства предметов широкого потребления. Стоит обратить внимание на словосочетание «производственная инициатива», которая по смыслу является синонимом словосочетания «предпринимательская инициатива». Основным фокусом работы системы артели определяется расширение производства предметов широкого потребления, ставить цель в 1933 году довести удельный вес ширпотреба до 70% всей продукции «Промкооперации». Постановление представляется следующие клеевые положения организации работы артели. Первое. Установить, что артель имеет право на продажу изготовления ей продукции из сырья своей заготовки на рынках и по ценам складывающейся на рынке. Обращается особое внимание руководителей органов на необходимость особого стимулирования развития экспортной статьи артели. Отменяется система централизованных обязательных заказов. Артель получает право в беспрепятственной повсеместной заготовке для нужд своего производства различных видов сырья, за некоторым исключением. Цены на продукцию, изготавливаемые в артели в порядке заказа для государственной организации и сырья, отпускаемые по ценам, устанавливаются в порядке договора с заказчиком. То есть государство размещало цены, но устанавливало цены, при этом снабжало сырьем. Артель самостоятельно распоряжается собственными оборотными средствами и имуществом. Банковский кредит в децентрализованном порядке открывается местным филиалом банка непосредственно артели. Минфин поручает пересмотреть существующие размеры налогов и арендные платы за помещение в сторону, их снижение постимулирует их эффективность. Отмечается, что намеченные мероприятия по развертыванию производства инициативы промысловой артели имеют крупнейшее значение для дальнейшего роста производства товаров широкого потребления. И руководящим органам на местах поручают укрепить систему промысловых операций, особенно в среднем звене, соответствующими кадрами. Создаются областные союзы артели, на которых одновременно возлагаются функции контроля и развития артелей, организационное и хозяйственное обслуживание, снабжение сырьем, инструментом, вспомогательными материалами, бухгалтерский учет, расчетно-кассовое, транспортное обслуживание, что сокращает затраты артели, а также представление и защита интересов артелей перед государственными органами. Такое сочетание в одном органе управления функцией контроля и ответственности за развитие делает контроль не серьезным препятствием к развитию, а наоборот инструментом эффективного развития предпринимательства. То есть, осуществляется позитивный контроль, эффективное развитие, а не палочное, оторванное от интересов развития контроля тех, кто разведет. Например, если бы сейчас налоговые комитеты не просто бы ходили и штрафовали предприятия, а получали бы часть прибыли от эффективности этого предприятия, то наверняка они бы работали с преодолением каких-то административных преград. Не наказывали, а помогали бы вести, организовать учет в этих предприятиях, чтобы они не были подвержены каким-то санкциям. При этом приоритетом работы областных союзов артелей является организация производственных оперативиц цепочек между артелями. Численность аппарата областного союза ограничивается 35 человек. Помните, да, у нас была потребка операции? На уровне республик создаются республиканские советы артелей, обязанность которой входит организация работы, перспективное планирование, представление интересов промысловой кооперации в местных и центральных органах власти. Численность аппарата республиканской союзной артели ограничивается 60-75 человек. Наконец, всесоюзный совет артелей выполняет функции учета, организационной работы, планирования и представления промысловой кооперации перед правительственной организацией. Статус представителя Всесоюзного совета артелей приравнивается к министру. Численность аппарата Всесоюзного совета ограничивается 100 человек. Союз промысловой кооперативы является центральным органом, организующим работу артелей. В организации функции союза становится рационализация производства и повышения технологической оснащенности артелей, как основная часть развивающейся спирали работающих государств системы технологического развития артелей и передачи в этот сегмент экономии технологических компетенций. 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальных лабораторий, 2 научных исследовательских института, в которых работают более 300 инженеров, технических работников и бича технологического развития артелей. Представляете, то есть это была целая индустрия, причем серьезно поддержана на государственном уровне. Я думаю, что и в Казахстане можно этот принцип взять для того, чтобы нашим предпринимателям помочь не на словах, а именно на деле, причем с научной организацией труда, предоставить им лаборатории, ресурсы по низким ценам для того, чтобы они начали свое развитие и освобождать их от налогов хотя бы первые два года, потому что очень важно, чтобы предпринимательство, она у всех заложена, чтобы она развивалась не гротескно, а на благо на целой страны. Видите, уже есть решение, мы этот период проходили, зачем выродить новое. С вами был Белял Сергей, читайте Кристалл Роста.